всем привет сегодня будет обзор на вот такой компактный флиппер от firebird он же ганза думаю представление компании нуждается модель называется f8 41 с это уменьшенная версия модели фейс 41 которая вышла пару лет назад и стал довольно популярной у компании потому что дизайн интересный нож имеет несколько вариантов цветной рукоятки я ссылочку оставлю в описании на официального дизера можете зайти посмотреть какие цвета у них еще есть наличие нож пришел такой вот коробки fb knife то есть firebird здесь есть у нас указаны характеристики там гарантийный талон и также в комплекте был вот такой вот чехол для хранения если вы например не используете для переноски ножа ну а теперь давайте быстро по характеристикам то есть это флиппер на подшипниках здесь стальные шарики в пластиковой обойме стальные лайнеры толщиной 1 2 миллиметра видно что с отверстиями для облегчения веса шарик детенда стальной лайнер лог на клиночке у нас до 2 сам клинок drop point спуске от обуха толщиной 2 и 9 миллиметра общая длина 75 миллиметров а сведение 03 по самому ножу рукоятка 10 сантиметров общая длина 175 миллиметров и самое главное вес этого ножа заявлен 72 грамма дайте сейчас весим при вас посмотрим сколько он весит на самом деле 72 и 4 грамма на рукоятке у нас же 10 используется есть клипсы с глубокой посадкой в меру тугая как бы клипсы нормально но она не переставляете прошу заметить отверстие под темляк бэкспейсер из g10 такого же g10 имеет такую текстуру очень приятно на ощупь хорошо оформлена фасочки все аккуратно сняты и на рукоятке и на самом клиночке прошу обратить внимание то есть везде фасочки очень аккуратно сняты это прям огромный респект отличие от большой версии его просто взяли и пропорционально уменьшили то есть клиночек чуть потоньше на 0 6 миллиметров чуть покороче на 13 миллиметров при этом со мной стало легче на 29 грамм лайнеры не утоплено в рукоятку как это было на большой версии потому что здесь рукоятка потоньше накладочки прям ну совсем видеть тоненькие вот такой вот уменьшенный собрат популярной модели мне кажется на лето самое но давайте вам покажу на примере с чем-нибудь другим чтобы вы понимали размеры то есть ну например зажигалочка на сантиметр полтора длиннее зажигалки к примеру еще с этим свертари нас с пионером ну и с большим весом то есть вот как то так чтобы понимали размер то есть на лето нож мне кажется очень хороший вариант из плюсов хочу отметить то что качество изготовления и обработки ну очень аккуратно сделано как бы у меня есть более дорогие ножи при этом качестве из изготовления там хуже при том в том числе американские ножи которые стоит несколько раз дороже здесь все лайнеры заполированы чудес имеет такую приятную текстуру то есть все зашлифовано есть везде фасочки снятого даже под палец видно да чтобы палец не номинал конечно же самом начале пяточка встает клинок по центру идеально стоит флип хороший уверенный клиночек падает под своим весом как бы без проблем то есть видно клиночек падает учитывая то что он как бы очень маленькие легкие как бы он падает проблем то есть не лифтов ничего тут нет механика у ножа мне нравится но он действительно приятно лежит в руке учитывая то что он такой маленький рука у меня не совсем конечно маленькая но нездоровая но не видите он как бы полностью заполняет рукоятку даже мизинец попадает на нее нож из коробки без проблем бреет ну как бы думаешь обе все ножи которые вы покупаете новые бреют как бы до большинство по крайней мере поэтому тут ничего удивительного нет дайте теперь попробуем чуть построгать немножечко и там по продуктам чтобы понять как бы хватает ли его для повседневных одессе задач то есть без проблем врезается ну да два очень хорошо грызет кстати вот мне еще до 2 нравится она по дереву прям хорошо так вырезается такую щепку делает я просто здесь ограниченное пространство поэтому размахнуться я не могу рукоятка приятно лежит в руке как бы удобно ничего не наминает даже мизинец помещается ну по крайней мере у меня для повседнева в общем-то нормально то есть какие-то мелкие задачи там бытовые нож без проблем как бы нож без проблем строгает ну а теперь давайте попробуем на продуктах то есть справится ли он с продуктами для каких-то маленьких там одессе задачи там сделал бутерброд например хватит ли длин длинны клиночка понятно что он до конца не дорезает как бы вокруг без проблем собрать можно бром тоник 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 помидорки дела спуске от обуху поэтому режет вообще без проблем спуске от обуха сыр тоже без проблем просто продавливание ну как бы задачи бутерброда он справился поэтому в общем то с такой длиной клинка вполне можно нормально обходиться ну что в итоге могу сказать про нож мне скажу честно этот нож очень понравился потому что качество изготовления реально хорошая то есть где надо зашлифована где надо фасочки сняты все аккуратно ничего нигде не торчит все четко по центру ну действительно как придраться не к чему потому что повторюсь умеясь более дорогие там несколько раз дороже ножи где качество изготовления хуже чем здесь поэтому такой прикольный легкий компактный нож получился флиппер на лето чтобы карман не оттягивал либо просто если вам не нужен здоровый тисак с собой потому что для большинства повседневных задач такой длины клинка хватит в общем то вполне поэтому нож прикольный получился кстати хотел спросить у вас интересно ли вам например обзоры не только на какие-то дорогие топовые мультитул там типа лизерман викторинекс может быть сделать обзор на ганза потому что как вот показал этот нож качество них может быть неплохое за эти деньги поэтому если интересно обзор на мультитул от ганза напишите в комментариях если желающих будет много запилим обзор на этом всем спасибо подписывайтесь на канал пока пока